Вчера прогремели взрывы в Таганроге и на нефтеперерабатывающем заводе в Самаре. За несколько дней до этого взрывы произошли в Москве, а в забытом России и российском Шебекино так называемые хлопки уже словно как шум трафика и сигналы машин стали частью повседневных звуков города. Кадры прилета ракеты по Таганрогу выглядят чудовищно, но надо признать, что в этом уже нет ничего нового. Формат этой войны был задан российской стороной с самого первого дня. С самого первого дня начались совершенно варварские удары по украинским городам. Причем ракеты пускали, как бог на душу положит. Попадали они в жилые дома, торговые центры, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры. Сначала это шокировало. Каждый такой эпизод становился главной новостью. Все помнят, например, торговый центр в Кременчуге. А потом перестало впечатлять и стало частью нашей жизни. Потом перестали впечатлять почти ежедневные обстрелы приграничных российских территорий, удары дронами по Москве. Второй взрыв Крымского моста совсем уже не был таким событием, как первый. Насилие на этой войне только эскалируется. Обе стороны с большой охотой используют всевозможные способы для уничтожения друг друга. На фронте и в тылу. Ни в коем случае нельзя считать, что я тут каким-то образом уравниваю агрессор и жертву. Это просто такое свойство настоящей большой войны. Не военные операции где-то на другом конце света. С противниками в лице крестьян, вчера освоивших стрельбу из автомата. А с сопоставимой страной, у которой с тобой две тысячи километров границ. Такая война не замрет, она не остановится сама, даже не притормозит, не даст себя забыть. Она обязательно будет все глубже проникать на твою территорию. На ней обязательно будет литься все больше крови. Путин открыл портал в преисподнюю. Сделал это просто так, безо всяких на то причин. Можно быть совершенно уверенным, что если сейчас у него не под камерой, а просто с глазу на глаз спросить, ну на черта ты это сделал, дурак. У него тогда не будет ответа на этот вопрос. Но последствия этого поступка настолько же предсказуемы, насколько неизбежны. На фронте каждый день гибнет по сотне российских солдат, и это как минимум. В тылу же просто не будет безопасного места. В Шебеке на обстрел, в Питере бомба, в Москве дрон, в Таганроге ракета. И чем дальше, тем менее чувствительны мы как общество к этому будем. Смерти, ранения, разрушения. Какая-то новость. Что в ней нового-то? Путина попросили саммита БРИКС. Вот это новость. Так российских лидеров еще не унижали. А тут-то новость в чем? И вот это жуткий эффект. Отношение к человеческой жизни по обществу в целом не привязано к войне ни географическими, ни временными рамками. Если угроза жизни и здоровью людей перестает быть проблемой, то последствия этого мы увидим везде. Начиная с уровня насильственной преступности и заканчивая отношением к технике безопасности на производствах и в транспорте. И изживать это мы будем очень долго. Чтобы понять, насколько долго, нужно просто задуматься о том, насколько глупо сейчас бы звучали любые рассуждения, например, о снижении смертности на дорогах. Любой разговор о сохранности человеческих жизней сегодня звучит как эхо наивных времен до войны. У меня вообще-то по этому делу образование. Я об этом говорил и писал раньше. Но сейчас мне даже в голову не приходится делать об этом ролик. Насилие – это не просто теперь официальный способ решения проблем, активно поощряемый государством, которое говорит убивать, убивать, убивать. Убийцы теперь – лучшие люди страны. Им достаются почести, награды и льготы. Насилие – это образ жизни. Это то, что есть всегда. Чтобы лучше понять ту точку, в которой мы оказались и весь ее ужас, давайте сделаем шаг назад. Во времена для нашей страны не самые спокойные и благополучные, но не по сравнению с тем, что мы видим сейчас. Время Владимира Путина началось в 1999 году со Второй Чеченской войны и со взрывов жилых домов в Москве, Волгодонске и Буйнакске. Образованное городское общество столкнулось с насилием такого уровня, которое явно превысило его болевой порог и совершило достаточно распространенную ошибку. Оно заключило неписанный договор с чекистами – делайте, что хотите, берите сколько угодно власти, но чтобы такого больше не было. Спустя четверть века стало очевидно – чекисты с чистыми руками, холодной головой и горячим сердцем, которым только дай неограниченные полномочия, так они сразу обратят их на благо людям. Вот такие «чекисты» бывают только в советском кино. В реальности они начнут терроризировать своих же граждан. Рассмотрим ситуацию, которая предшествовала полномасштабному вторжению в Украину. Для все разрастающегося аппарата спецслужб перестает хватать настоящих диверсантов, террористов, экстремистов и шпионов. А в путинской традиции вовсе не принято хвалить за снижение количества преступлений или тем более уменьшать количество силовиков. Напротив, в каждый отчетный период нужно поймать больше преступников, чем в предыдущей, и силовиков все время больше становится. Если достаточного числа обезвреженных врагов государства не набирается, значит создай их сам. Спровоцируй кого-то на нарушение закона, кто делать это вовсе не собирался. Или высоси уголовное дело из пальца. Или просто сфальсифицируй его. Причем пока будешь ловить одного реального противника, который имеет какую-то подготовку и соблюдает конспирацию, за это же время упечешь в неволю гораздо больше добропорядочных граждан, которые к встрече с тобой просто никогда специально не готовились. Расти в должностях и званиях скорее будет тот, кто быстро и много кошмарит простых людей, а не какой-нибудь честный служака, словно сошедший с советского киноэкрана. Те, кто готов пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не получат ни свободы, ни безопасности. Это цитата американского политика и физика Бенджамина Франклина. В данном случае слова человека со стодолларовой купюры хоть и посвящены политике, но сформулированы как физическая формула. Российское общество заплатило своими свободами, но никакой безопасности себе не приобрело. Сейчас мы прервемся на короткое некоммерческое объявление и скоро продолжим. 24 февраля прошлого года изменилась жизнь многих из нас. Кто-то при разговоре с друзьями стал оборачиваться на улице, кто-то поссорился с любимой бабушкой и так и не смог с ней помириться. Кто-то едва скопил деньги, чтобы устроить сына выпускника в зарубежный вуз, кто-то уехал из России с начала мобилизации, взяв с собой минимум вещей и оставив кошку младшей сестре. Истории каждого из нас уникальны, но у каждой из них есть некий перелом, который приходится на дату начала войны. Очевидцы 24 февраля – это проект на ютуб-канале уже дважды закрытого властями Медиа ТВ2. Каждый из роликов проекта посвящен разным людям с антивоенной позицией. При этом не так важно, кто это. Это может быть экскурсовод из Одессы, известный пианист, журналистка новой газеты, психиатр или маляр. Проект позволяет высказаться обычным людям, чьи голоса не всегда слышны. Каждая из них в формате интервью рассказывает о своей позиции, делится личными переживаниями, рассуждает о будущем – в своем и своей стране. Из таких вроде бы частных историй собирается общее – наше. Сейчас на момент записи в плейлисте проекта 312 видео. Подпишитесь на канал ТВ2 Медиа по ссылке в описании и посмотрите ролики. Ведь им вы очень поддержите проект «Очевидцы» 24 февраля. Так вот, российское общество заплатило своими свободами, но никакой безопасности себе не приобрело. Нет никакой безопасности, когда каждый гражданин страны может пойти под суд, а суд этот будет закрытым и фактически без шанса на защиту. В зоне риска все граждане. Предъявить обвинение могут и за СМС-ку, сверхвращив в себе гостайну, о которой автор сообщения и знать никогда не знал. По мере достижения же жизненных успехов, вероятность заинтересовать спецслужбистов растет многократно. Кто пишет научно-технические статьи на иностранном языке, кто создал сложное производство или крупную IT-компанию, тот каждый день ходит под дамокловым мечом. Был бы человек, статья найдется, особенно когда есть план по поимке этих человеков в достаточном количестве. И никакой системы сдержек и противовесов, чтобы хоть как-то остановить тех, кто ловит их просто так. Все сказанное выше – это никакой не откровение и не новость. Откровением стала новая реальность после 24 февраля. Реальность, где тот самый Владимир Путин, который политически вырос из Чеченской войны и терактов в Москве, как и с Гоголевской шинели, сам же инициировал новую войну с последующими взрывами уже по всей центральной России. Казалось, что реальная жизнь устроена все-таки сложнее, чем школьный учебник по обществознанию, в котором карикатурный диктатор для пущей наглядности совершает все ошибки и преступления прямо-таки в максимальном объеме, чтобы красочно продемонстрировать юному читателю законы общественной механики и всякие политические закономерности. Даже после Крыма и начала войны на Донбассе всякий спикер, кто всерьез предсказывал полномасштабное вторжение в Украину, выглядел просто нелепо. Потому что нелепо было ожидать, что абстрактная теория из вакуума в точности реализуется в реальный мир. Но Владимир Путин буквально воплотил программу-максимум для карикатурного диктатора из книжки. Пообещав покончить с войной и террором, узурпировав под это дело всю политическую власть и ресурсы страны, он направил их на то, чтобы устроить гражданам войну и террор в стократном размере и терроризировать мирные города соседнего государства. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов недавно сказал, жить в учебнике истории – это катастрофа. Однако еще большая катастрофа – жить в учебнике по политологии, где узурпатор преподает урок человечеству максимально наглядно, что называется черным по белому и без полутонов. Путинская глава в российской политике страшна, но не замысловато. Это самые базовые параграфы. Почему невозможно обменять свободу на безопасность, не лишившись в результате и того, и другого? Почему президентов нужно менять регулярно, не дожидаясь, пока кто-то из них потеряет связь с реальностью? И почему всякое обещание навести порядок обернется бардаком в сто раз хуже прежнего, если освободить обещальщика от всякого общественного контроля? Человек, убежденный в том, что теории и практика существуют в двух разных реальностях, обречен постоянно совершать в своей жизни удивительные открытия. Например, что война – это процесс обоюдный. Отнюдь не стрельба по неподвижной подсвеченной мишени, а перестрелка, где попасть сможешь не только ты, но и в тебя. Как говорится, кто мог подумать? Обоюдность войны состоит и в том, что, применяя те или иные методы по отношению к противнику, ты побуждаешь его к симметричному ответу. Если противник сочтет, что ответить симметрично – это эффективно, он наверняка не будет себя сдерживать. Почему? Да потому что он тоже намерен победить. В тот самый день, когда ты напал на другую страну, ее вооруженные силы приобретают волю к победе. Ибо никакую армию в мире не учат достойно проигрывать. Даже имея ноль шансов на успех, подготовленный солдат может воевать так, как будто эти шансы есть. Пример в том, в истории масса. Что уж говорить о ситуации, когда шанс победить существует, да еще как. Возможно, по мнению Шойгу и Герасимова, утром 24 февраля 22 года ВСУ должны были, типа, трезво посчитать свои возможности. Так, типа, значит, скорее всего, если посмотреть на соотношение сил, посчитать все там как надо, прикинуть, значит, какие есть средства, авиация, то на основании этих соображений станет понятно, что на поле боя нас разгромят, поэтому лучше сразу сдаться. Но украинцы взяли и не сдались, не сложили оружие. Избиению предпочли поединок. Ставят блоки и бьют в ответ. Причем бьют очень больно. Спрашивается, где же это видно, чтобы с изначально малыми шансами на успех армия все равно воевала с прицелом на победу. Сюрприз-то какой. Но видано это в любом учебном пособии по военному делу. Видано в художественных произведениях о войне со времен изобретения письменности. Ну и в доброй половине советских военных кинодрам видано. Вообще же военная наука не знает способа, как в 21 веке, не сколотив никакой коалиции, напасть на сопоставимое по военной мощи государство и не огрести. Россия против Украины – это не США с союзниками против Ирака. Да, сейчас разница в силах есть, но отнюдь не на порядке. Учитывая, насколько же модно в России перемывать кости Соединенным Штатам за все их военные авантюры, удивительно, что никто не обратил внимания на саму реализацию этих авантюр. Даже первая армия в мире, армия Соединенных Штатов, не совершает интервенции, не заручившись поддержкой союзников. А после Вьетнама американцы тщательно задумываются над вопросом, а вдруг не мы их, а они нас? Даже когда победа российской армии над украинской казалась вероятным событием, то и тогда было очевидно, что победа окажется оплачена такой высокой ценой, что встанет поперек горла нашему государству и обществу. Потому что одно дело США и их союзники против стран третьего мира, другое дело Россия против Украин. Большая постсоветская армия против постсоветской армии поменьше. Да, может не одна и та же весовая категория, но категории вообще-то соседней. Если боксер из тяжелого веса уверен, что соперник из среднего веса не накостыляет ему никак и никогда, то он идиот. Сначала мы с вами сказали о той феноменальной слепотек новостям о чудовищных событиях. К атакам, взрывам, гибели людей. Как мы изменились всего за год. Но на практике изменились не только мы, но и отношения к нам. Если бы нечто похожее на сегодняшний удар по Таганрогу случилось бы до войны, то это была бы одна из важнейших новостей на первых полосах ведущих мировых СМИ. Но сегодня никаких брекинг-ньюзов ни на BBC, ни на CNN не было. Ни одно из крупнейших СМИ, освещающих мировую повестку, не посчитало это такой новостью, которую нужно повесить в шапку сайта, а в идеале вообще сделать обновляемую трансляцию. А знаете почему? Мы этот эффект с вами на себе наблюдали. Настолько же, насколько слово «взрыв», «атака», «теракт» привлекают внимание читателя, настолько же слова «ближний Восток», «Афганистан» или «Сомали» это внимание на месте убивает. Просто вот есть такие места на планете Земля, где все всегда не слава богу, где новость скорее в том, что сегодня не случилось никакого кровавого ужаса. Теперь Россия в глазах читателя и зрителя за пределами ближайших соседних стран становится таким местом. Постоянно там что-то где-то взрывается, кого-то убивают, постоянно льется кровь. Вот просто жизнь там такая. Не читать же о десятом взрыве за месяц. Достигнуть таких выдающихся результатов довести страну до такого положения, что идея в нее поехать – это скорее панчлайн в анекдоте, чем планы на отпуск. Дескать, в Москву нужно обязательно слетать, но только через Кабул. Это, конечно, безусловно, выдающееся достижение великого геостратега. Это просто конечная остановка в том путешествии, которое начал базово нормальный человек Владимир Путин по дороге абсолютной власти, на которой не было ограничений, на которой было лишь бесконечно много бесплатных денег. В 2001 году Путин самым первым из мировых лидеров выразил соболезнования американскому народу в связи с терактами 11 сентября. Тогда наша страна говорила – мы на стороне цивилизованного мира, мы не с этими сумасшедшими людьми, которые сидят в пустыне и мечтают как бы прихлопнуть побольше мирных граждан. В 2023 году мы не просто по другую сторону, мы сами стали каким-то непонятным местом, где только и делают, что убивают. Ничего к этому не толкало, кроме одного, кроме дисфункциональной системы власти, где не только нет сменяемости, не только нет конкуренции, но отсутствуют даже базовые защитные механизмы от того, чтобы один единственный человек с сумасшествием своим мог угробить целую страну. Перед тем, как закончить, послушаем еще одну песню с нового альбома Шевчука. Эта песня, наверное, моя любимая со всего альбома и, возможно, даже вообще из всего творчества Шевчука. Я его слушаю давно. Так что вот давайте послушаем музыка и слова Юрия Шевчука и Дмитрия Емельянова, а видеоряд полностью нашего канала. До завтра! Как ты, старик, в порядке я Пока не захожу к себе Где сиротой звезда дымит В дождливой голове Вся в голубом плывет земля Антропоген танцует мир А в лесополосе лежит Убитый дезертир Когда один я в большинстве В контакте чалятся друзья Давно уже в Альхале ждут Гуляя на Перу И накрывает мишуру Волной вселенная моя Где режет правду куртка Бэйн Про черную дыру В облаках крадется Дрон ему не бьется Он, как черный ворон Мрачно смотрит на меня Падает и рвется Цель всегда найдется Милая, спаси всех нас От этого огня Как ты, старик, в порядке я Пока еще не за чертой Бредет потерянная жизнь По комнате пустой Глотни холодного дождя И двинем к дальним берегам Но будет многого нельзя В непобедимом танк Любовь воображение ждет Когда в плену у пустоты Открою дверь и с ног собьет От этой красоты Я больше не вернусь туда На пальцах ног переучет Друг отключи от ИВЛ Долги оплатят счет В облаках крадется Дрон ему не бьется Он, как черный ворон Мрачно смотрит на меня Падает и рвется Цель всегда найдется Милая, спаси всех нас От этого огня Моя вселенная во мне Несчастна и слегка пьяна Но не разрушит млечный путь Ни власть их, ни война И расширяясь на бегу Созвездие моего тельца Неандертальцем смотрит вдаль Глазами храбреца Здесь мое место Только здесь Всегда хотелось полюбить Уснуть и видеть наши сны Не быть и снова быть Вселенная стоит в метро Слепой толпой окружена Как этим спинам объяснить Что в каждом есть она В темноте крадется Ему не вьется Не хватает корма Сука, пенится в слюна Цель всегда найдется Мало кто вернется Господи, спаси всех нас От этого говна В поле выгребаю Лег куда-то с краю Блеванул от ваших Позитивных перспектив Небо между нами Дёргает ногами Ждет вселенная моя Подрёпанный мотив